Здравствуйте, в эфире новости в студии Илья Райшев. О главных окруженных событиях к этому часу. Родители, тренеры и болельщики сегодня в Сургуте встречали паралимпийскую чемпионку Анастасию Гонтарь. Расскажем, как давно Югорчанка не видела свою семью и какое блюдо просила приготовить. Временный дом для трех сотен дворняжек. В Мегионе строят приют для бездомных животных. Лучшие в теории и эстафете. Югорские инспекторы по маломерным судам впервые приняли участие во всероссийском чемпионате по водно-моторным гонкам. Обо всем подробнее прямо сейчас. Сургут ранним утром сегодня встречал паралимпийскую чемпионку Токио Анастасию Гонтарь. Девушка прилетела в родной город после долгой дороги. После Японии она успела побывать в столице. Вчера на приеме в Кремле президент вручил югорчанке орден дружбы. А сегодня с золотом и серебром паралимпиады девушка робко вышла в зал ожидания сургутского аэропорта. И не поверила глазам. Ее встречали, кажется, все, кого она мечтала увидеть все эти три месяца. Родители, друзья, тренер, учителя. В аэровокзал ради исключения пустили и четверногого друга Анастасии. Как встречал первую чемпионку из Сургута только что проснувшийся город в репортаже Ольги Придохи. Эти слезы от себя не ожидала даже сама Настя Гонтарь. Они лились рекой от счастья осознавать, что мечта сбылась. Она паралимпийская чемпионка. На дорожке, впрочем, югорчанка была совсем другой. В финале 50-метровки она до последнего проигрывала соперницей с Канадой. Но в последние секунды, или даже нет, доли секунды поняла, чтобы исполнить мечту, у нее есть только один шанс. Выиграла, молодец, вот это да! И повторение рекорда мира. И не случайно мы про голландку говорили, потому что, конечно, она конкурировала, но, Настя, вы посмотрите. Уже потом она признается, плыла из последних сил, с травмой плеча на обезболивающих и уколах. Да и вообще, шутка ли закрепиться в одной доле секунды от мирового рекорда практически с неподвижной спиной. В позвоночнике у Анастасии Гонтарь несколько металлических пластин. Ваша победа свидетельствует о безупречной подготовке к важнейшим соревнованиям, к важнейшим стартам. Ваши судьбы достойны и экранизации, и книги. Еще вчера юная югорчанка была на приеме в Кремле за золото и серебро на Паралимпиаде в Токио. Ее наградили Орденом Дружбы. И с таким внушительным трофеем уже ночью пловчиха возвращалась в родной Сургут. На минуту спустя три месяца. Плакал этим ранним утром, кажется, весь сургутский аэропорт. Он видел много слез, но эти от счастья особенно дорогие. Это были непередаваемые эмоции, я до сих пор плачу. Фантастика просто. Я всегда знала, что она будет чемпионка. Я всегда в это верила. Стоит ли объяснять, семья Анастасии и Гонтарь этой ночью, конечно, не спала. Мама готовила для дочери чемпионки любимый гороховый суп. В аэропорт на долгожданную встречу не поехал разве что кот. А вот собаку и зумику удержать домочаться не смогли. И она даже стала центром внимания, пока весь город ждал встречи с чемпионкой. Это очень важное для нас событие, поэтому сегодня в такое раннее время мы здесь. Мы болели, мы очень рады, что она принесла такие хорошие результаты. Не передаваемые ощущения, когда человек твоей, так скажем, сборной, твоего региона, даже твоего города выигрывает, ну, такого уровня соревнования. Конечно, у нас огромная гордость за нее и просто, ну, невероятные эмоции. Болели все, мы кричали всем центром. Она наша гордость. Поздравляем ее. Всю семью тренера, всех-всех-всех. Центр адаптивного спорта. Ура. Сдерживает эмоции, лишь одобряющий улыбается, глядя на воспитанницу тренера Анастасии Сергея Граматика Пола. За воспитанницей он наблюдал и с сургутом. В те минуты, говорит, нервы сдавали и у него. Спасали разве что тренировки, которые никто не отменял даже на время трансляции Паралимпиады. Было очень, да, тяжело это все переносить, крики. Ну, да, это было очень эмоционально. Это великое достижение, по-другому не могло быть никак. Настя первый такой выдающийся достижение, и не только для меня, для всего и города, и округа, и для всей страны. Полтинник, кроль, это почти мировой рекорд, это высокое достижение. У меня такого еще не было. Сама Анастасия, кажется, еще не осознает происходящего. Увидеть ранним утром полный зал людей, которые пришли встретить именно ее, спортсменка не ожидала. Теперь терпеливо раздает автографы, фотографируется с детьми и показывает медали. Они тяжелые и по весу, и по значимости для всей страны, и по цене. Чемпионка шутит, и программы, говорит, не хватит, чтобы описать, как они ей достались. Я старт проворонила, я позже всех прыгнула. И вот последние метры, когда я плыла, я видела свою соперницу по третьей дорожке, что она плывет впереди. Я просто сцепила зубы, и последние метров 10 я так молотила, и просто эту победу вырвала. Я думала, я приплыла второй. Я смотрю на табло, я первая, я своим глазам поверить не могла. Новая цель паралимпийской чемпионки – мировой рекорд. В заплыве на 50 метров от него девушку отделила какая-то сотая доля секунды. В следующий раз эта высота будет покорена. Во всяком случае, чемпионка в этом уверена. Главное – идти к своей цели. И первый шаг – восстановиться и отдохнуть после события, которое останется в истории России и Югры навсегда. Ольга Придоха, Алексей Шахмаев, телеканал Югра, Сургут. В Югре появится инструкция по созданию успешных турпродуктов. Ее разработают участники конференции «Городской туризм. Новые решения в новых условиях». Форум прошел в Ханты-Мансийске на площадке конгрессно-выставочного центра Югра-Экспо. Здесь собрались представители туристской отрасли, учреждений культуры, развлечений и гостиничных услуг, чтобы обсудить перспективы развития индустрии гостеприимства региона, в том числе за счет привлечения бизнес-сообщества. Также участники поделились опытом успешных проектов, реализованных в период пандемии. «Пандемия, мы понимаем, что это бедствие, что это ограничительные меры, это прекращение каких-то крупных мероприятий, событийных и так далее. Но это и возможности. Почему? Потому что это время было для того, чтобы пересмыслить, провести инвентаризацию существующего, для того, чтобы идти вперед и придумать что-то новое. Поэтому сейчас за время пандемии возникли туры, возникли программы на базе IT-технологий». К третьему городскому форуму присоединились федеральные спикеры из Москвы и Санкт-Петербурга. Они подняли вопросы обязательной аккредитации экскурсоводов и гидов-переводчиков игры в соответствии с новым законодательством. Коснулись темы преемственности поколения и подготовки новых кадров. Также югорчане вместе с экспертом в области событийного туризма обсудили, как создать успешное мероприятие и превратить его в бизнес-инструмент. Для этого существует определенный алгоритм, который нужно адаптировать под наш регион. «В принципе, алгоритм есть, но у каждой территории нужно внутри базовых трех этапов продвижения, проектирования и проведения с учетом местной специфики дорабатывать. Сейчас настала возможность именно реально проведения аудита этих событий, выявления знаковых, которые бы стали ключевыми по привлечению внимания к территории и приезду, естественно, туристов. А другие могут подтягиваться. То есть должны быть определенные лидеры, локомотивы». Больше полумиллиона югорчан полностью завершили вакцинацию против коронавируса. Об этом на очередном заседании регионального оперштаба рассказала губернатор Наталья Комарова. Это 51% взрослого населения округа. Кроме того, первым компонентом привились свыше 553 тысяч югорчан. Как отметил директор Акужинова Депздрава Алексей Добровольский, вакцины в медучреждениях округа достаточно. Только за минувшую неделю в Югру доставили 5400 доз препарата гам-ковид-вак. Всего же регион с начала поставок получил 720 тысяч комплектов. «За минувшие сутки вакцинировали 1627 жителей Югры. Также в достаточном количестве имеются вакцины для вакцинации против гриппа. С нарастающим итогом на сегодняшний день вакцинировали 57 тысяч 965 тысяч жителей Югры, из них 45 тысяч за минувшую неделю». В Мегионе приступили к строительству приюта для бездомных животных. Вольерный комплекс возведут на средства губернаторского гранта. К полученным 6 миллионам добавят средства муниципального бюджета и пожертвования. По проекту будущий приют рассчитан на 300 животных. На первых порах он будет работать как временная передержка, однако в перспективе после доработки станет постоянным. Работы на площадке уже стартовали. На месте событий побывал наш специальный корреспондент Алексей Шабанов. Он продолжит тему. «Вот здесь, на окраине Мегиона, началось строительство приюта для бездомных животных. У авторов идеи грандиозные планы, но пока что это будет временный приют. Вы, наверное, слышите сейчас, где где-то лаят собаки. Как говорят строители, что первые клиенты уже, собственно, ожидают своей очереди. Пока что здесь оградили площадку для строительства. Площадь, в первую очередь, 2800 квадратов. Сейчас сюда заводят строительные материалы, цемент, дерево, из которого будут созданы вольеры. Ну и в самое ближайшее время приступят к монтажу». «Планировка площадки у нас идет и ограждение ее. В целом территория этим не ограничивается. Его выделена большая часть, и она постепенно потом будет расширяться. Материалы, ну, в принципе, у нас основная часть заказана, большая часть здесь, по месту. То есть сейчас в пиломатериале, как бы, то есть он частично завезен». «Ну вот вы видите, что на территории уже завезен брус, из которого будут конструировать вольеры для бездомных животных. По плану здесь запланировано 182 вольера, 10 из них будут карантинными. Освещение в приюте сделают уже в этом году, а в перспективе в следующем году хотят сделать еще и теплые боксы, чтобы животные здесь могли содержаться и более длительное время». «В дальнейшем это может все превратиться в питомник. Мы очень надеемся, что инициативу нашу дальше поддержат. Да, это объект временного содержания, но это первый шаг. Поэтому мы не планируем на этом устанавливаться». «Все работы на этой площадке должны быть завершены до конца октября нынешнего года, и потом будет объявлен второй тендер, который определит, кто будет работать на этой площадке. Планируется, что здесь будут задержаться бездомные животные из Мегиона, но также Мегионская администрация планирует сотрудничать с другими организациями, которые занимаются отловом бездомных собак. Алексей Шабанов, Евгений Носкутников, телерадио-компания «Югра», Мегион. В «Югре» продолжается досрочное голосование. Свой выбор уже сделали больше 13 тысяч жителей отдаленных поселений. Например, в деревне Чехоломе, Нижневартовском районе, избирательный участок открыли в здании Дома культуры. Каждому жителю деревни вручают индивидуальную ручку, маску и перчатки. А яркая разметка на полу помогает контролировать социальную дистанцию. Кроме того, на входе избирателей встречают волонтеры. Они проводят термометрию и обработку рук антисептика. Совсем не сложная задача. Если в душе у тебя есть желание помогать людям, то с этим всегда справляешься. Даже не нужно себя заставлять. Всегда готов прийти и выполнить свою работу. Важно, чтобы каждый человек не заразился сам, не заразил других, ну и при этом участвовал в выборах. На избирательный участок селяне идут с семьями и рабочими коллективами. Отмечу, что одновременно с жителями Чехломея досрочно голосуют еще в двух отдаленных деревнях. Сосновом Бару и Большом Ларьяке. Также участковые избирательные комиссии облетают на вертолете и труднодоступные стойбища. Например, на родовых угодьях Нюрлики живут представители нескольких поколений рода куниных. Испокон веков они разводят здесь олени, собирают дикоросы, охотятся и рыбачат. Осенью много забот в лесу. Но выборы для них тоже важное событие. О выборах узнали недели две назад, когда приезжали в поселок. Сегодня проголосовали с мужем, чтобы процветала Югра, чтобы у наших детей было счастливое будущее. Голосую, чтобы помогали нам спокойно жить на стойбище. Волки нападают на оленей. Надо решить проблему, однако. В Югре продолжается подготовка к большим выборам, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Так, в Нягоне презентовали комплексы обработки избирательных бюллетеней, КОИБ. Надежность и работоспособность комплексов оценили члены территориальных и участковых комиссий, а также представители политических партий, общественники и журналисты. Всего в Югре КОИБами будут оснащены 133 избирательных участка. 38 из них в Сургуте, 31 в Нижневартовске, 20 в Урае, по 22 в Коголыме и Нягоне. Это облегчает работу, в первую очередь, участковых избирательных комиссий. Не надо считать это все вручную. Это займет намного меньше времени. Плюс это отпадает человеческий фактор, когда люди устают, считают, ошибаются, неправильно. Это сканер, калькулятор. Он все четко, быстро посчитает. Сразу два технопарка открыли сегодня в Сургуте. Один обособленный для детей микрорайона железнодорожников, а второй школьный на базе гимназии лаборатория Салахова. Теперь дети Сургута смогут погружаться в профессии как можно раньше. В мэрии уверены, сейчас в городе растет база кванториумов, скоро появится научно-технологический центр, и Сургут станет кузницей ученых и исследователей. Чему учат в технопарках и почему такие уроки обязательны к посещению каждому подростку? Узнавались сегодня мои коллеги Ольга Придоха и Евгений Неупокоев. В Сургуте в микрорайоне железнодорожников открылся кванториум. Раньше действовал единственный на весь город в 25-м микрорайоне. Это очень далеко, и детям с Пикса сложно туда добираться. Теперь есть свой. И школьники, которые хотят заниматься техническим творчеством, могут делать это сразу же после уроков. Интересно рисовать 3D-ручкой, хотя даже я и рисовала ей раньше. Я пришла сюда, потому что я выбрала вообще два направления для себя. Либо идти на психолога и психотерапевта, либо идти на дизайн. Поэтому здесь мне поможет во втором варианте. Компьютерная графика, шахматы, вот такое вот все, чем я бы заинтересовалась. На базе технопарка реализуются несколько программ, такие как Большие данные, Кибергигиена, Конструкторское бюро, Технополис, промышленный дизайн, автомоделирование. Посещать дополнительные занятия будут почти полтысячи детей. И понятно, что этот комплекс, который сегодня здесь открылся, даст возможность именно такой шаговой доступности развитию именно этого микрорайона. Я с вами, начиная с раннего возраста, вот видите здесь представители детского сада, школы и так далее, которые находятся здесь. Мы начинаем уже людей приучать и думать о дальнейшем и своем будущем, о том образовании, какую карьеру они в жизни выберут. Этот кванториум станет филиалом уже действующего. На его возведение потрачено более 100 миллионов рублей из бюджета округа и муниципалитета. А в принципе для Сургута сегодня вообще знаковый день. В городе открылся не один, а сразу два кванториума. Да, Женя, верно, действительно, сегодня в Сургуте запускается стационарный кванториум, но и еще одно исторически важное событие для Югры. Сейчас, в эти минуты, открывается первый для нашего региона школьный технопарк. Он запущен на базе гимназии, лаборатории Салахова. Здесь будут заниматься одаренные дети, которые показывают высокие результаты в учебе и науке. У нас дети обладают достаточно высокой базой академических знаний по различным предметным направлениям. Но умение применять эти знания и знать профессиональное направление ориентации в дальнейшем тех знаний, которые получили дети, это как раз та цель, которую мы ставим при развитии инфраструктуры, в целом инфраструктуры образовательной сети. В полную мощность уже работает био-квантум. Он будет интересен для учеников химико-биологического направления, будущих эпидемиентов медицинских вузов. Помимо строения человека, изображенного в формате 3D, мы также можем наблюдать такие интересные функции, как, например, анимации. Здесь вы можете увидеть сердцебиение. А здесь, например, отведение плечевого сустава. Я думаю, что в ближайшие годы проблем с врачами в Сургуте не будет, потому что такие интерактивные пособия, они, конечно, способствуют интересу, более углубленным знаниям и лучшему усвоению материалов. Уже запущен и освоен ребятами стол Пирогова для визуализации всех органов систем человека. И здесь же запускаться будет лаборатория по физиологии растений. Кроме того, будет центр прототипирования с новыми ресурсами 3D-принтеров, 3D-сканеров. Уже запускаются в работу, кроме био-квантума, нано, энерджи, робо-квантумы. Увидеть, как устроено тело человека, смоделировать медицинский протез или узнать, что такое клетка растения под микроскопом, можно будет не только на занятиях с одаренным детям, но и во время осенней каникулярной смены на наград. Ольга Придоха, Евгений Неупокоев, Алексей Шахмаев и Игорь Батищев. Телеканал Югра. Сургут. А теперь к новостям, которые наиболее активно югорчане обсуждают в интернете. В Югру из Нижнего Новгорода отправился теплоход «Метеор-120Р». Погрузка судна для доставки корабля северным морским путем состоялась 10 сентября. «Метеор-120Р» изготовило Центральное конструкторское бюро Алексеева. Из-за географических и природно-климатических особенностей Югры данный тип судов – самовостребованная и наиболее подходящая для пассажирских перевозок в Опертырском бассейне. Действующие «Метеоры» эксплуатируются уже более 30 лет, поэтому в прошлом году было принято решение о постройке для Югры двух новых теплоходов. Они будут доставлять пассажиров по маршрутам Ханты-Мансийск-Урманны и Приобье-Березово-Нижние-Нарыкары. Первый теплоход будет доставлен в Югру уже в этом месяце, второй через год – в сентябре 2022. Югра получит из федерального бюджета почти 140 миллионов рублей. Цель транша – софинансирование стимулирующих выплат за дополнительную нагрузку медицинским работникам, которые участвуют в проведении вакцинации взрослого населения против COVID-19. Деньги потратят на оплату использованных и компенсацию неиспользованных отпусков медиков. Жителям Кандинского района, особенно поселков Ягодного, Леуши, Лиственничного, Междуреченского, Мортки и Куминского, рекомендуют внимательно смотреть в небо. Над муниципалитетом вновь выбудут осадки из отделяемых частей ракеты-носителя «Союз». Запуск ракеты-носителя «Союз» с космическим аппаратом запланирован сегодня ориентировочно 23.07 по местному времени. Отделяемые части традиционно падают в малонаселенной южной части Югры. Просим жителей ограничить доступ и нахождение в лесу, охотничьих и рыболовных избушках в указанное время. Обратили к землякам власти Кандинского района. Последний раз части «Союза» приземлялись в Югре совсем недавно, в конце августа. Югорские лыжники выступят на всероссийских соревнованиях. Завтра в Тюмени начинаются традиционные состязания по лыжероллерам, где соберутся сильнейшие спортсмены со всей страны. Этот турнир является подготовкой к зимнему сезону. В состав окружной команды вошли 15 спортсменов, среди которых и Сергей Устюгов. Лыжники пробегут три дистанции. Спринт классическим стилем, раздельный старт свободным стилем и персьют кросс. Завтра спортсмены выйдут на старт спринта. Югорские инспекторы по маломерным судам покорили Волгу. В Ивановской области прошел всероссийский чемпионат по водно-моторным гонкам. Состязания длились три дня. Наши спасатели показывали свой профессионализм. Они проходили дистанции на веслах, катерах, буксировали лодки, маневрировали на гидроциклах и оказывали первую медицинскую помощь. Кроме того, инспекторы должны были продемонстрировать высокий уровень знаний, знания теории. В этом югорских спасателей никому обойти не удалось. Наша команда взяла первое место на теоретическом этапе, а также выиграла эстафету. Югорчане участвовали в таких масштабных соревнованиях впервые и в итоге заняли четвертое место. С 6 по 10 сентября на базе главного управления по Ивановской области на реке Волга прошел 14-й чемпионат по водно-моторному спорту. Есть к чему стремиться, есть над чем поработать. Необходимо дальше совершенствовать свои навыки, учиться пользоваться различными судами. Я взял первое место на этапе проверки теоретических знаний. К этому часу это все новости от моих коллег. С вами был Илья Райшев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok